Любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами, и не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан. Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры. И даже в казармы, где просто украинские военнослужащие расположены, они не подлежат какому-либо нападению, каким-либо ударам. Я могу только выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким. Вы говорите высокоточное оружие, но сотни мирных граждан уже погибли. Сейчас Международный уголовный суд начинает расследование. Вы готовите свою стратегию обороны и защиты в суде? Такие вот острые вопросы задавайте. У вас будет наверняка аудитория. Вы будете даже эту аудиторию заводить так эмоционально. Это ваша работа, как я понимаю. Это не столько средство массовой информации, сколько инструмент вбивания в головы людям того, что нужно западным руководителям. Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Но не мы придумали выражение «collateral damage». Его придумали наши западные коллеги во время своих авантюр и в Ираке, до этого в других странах, и в той же самой Латинской Америке, в Ливии. Продолжение следует...